О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе «День с толком». В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Ой, была милая. День с толком. Кстати, в регионе сейчас 19 объектов в категории 4 и 5 звезд. Расположены они в Барнауле, Бийске и Алтайском районе. Пятизвездочных отелей в Алтайском крае два. Заречи в краевой столице и Гран-Шале Алтай в Бирюзовой Катуне. Сертифицируется на 5 звезд сейчас и отель на Камушках, расположенный в Белокурихе. Спрос, как известно, влияет и на стоимость размещения. Он от года в год растет. Но отдохнуть на Алтае, по словам Евгения Дешевых, можно и вполне бюджетно. Более демократичные цены на отдых у нас, ну, например, в Горной Колыване, в Солонежье, в Черыше. Вот специально зашел на сайты некоторых средств размещения в названных мной территориях. Ну, например, в Куринском районе этим летом на базах отдыха можно отдохнуть от 1000 рублей на человека. За сутки. За сутки, да. В Солонежьинском, Черышском районах от 800 рублей. А как обстоят дела с отдыхом в соседнем Горном Алтае, насколько он доступен, об этом узнаем в конце выпуска. А сейчас к другим темам. В Барнауле девушки с инвалидностью предложили переехать в квартиру, которая находится на 9 этаже. Но загвоздка в том, что лифт ходит там только до 8 этажа. В странной ситуации разбиралась моя коллега Юлия Щепина. Ой, была не милая. В таких условиях вынуждена жить жительница Барнаула Светлана Крюкова. Сирота с врожденным генетическим заболеванием, а после врачебной ошибки еще и колясочник. Сейчас она снимает комнату, которую оплачивает с пенсии по инвалидности. Три квартиры. Дверки узкие. Получается, ей сюда не в туалет невозможно попасть, не в ванну невозможно попасть. На кухню на коляске попасть невозможно. Однако свое пространство для жития Светлана все же приспособила. Таким способом открываю и таким же способом закрываю. Это очень удобно. Несмотря на особенности, сама ведет быт, готовит, убирает комнату, заботится о двух домашних питомцах и даже работала в передвижном цирке. У пятерки вот эти не тяжело поднимать? У нее руки задействованы. После окончания вуза пришлось выселиться из общежития, говорит Светлана. Куда дальше идти, непонятно. Как сирота, девушка должна получить жилое помещение. Сами же юристы университета подали в суд. Прошел суд на то, чтобы ускорили процесс на получение жилья. Суд прошел в 2017 году. Решение в силу законную пришло в 2018 в начале. И там у них было, у жилищно-регионального, у них был срок. В течение трех месяцев они должны были предоставить мне либо временное жилье, либо уже саму квартиру. Ни того, ни другого они не предоставляли. Они писали описание, что у них нету средств выплачивать мне ежемесячную компенсацию по суду, чтобы я могла где-то снимать. Да, на временное жилье, чтобы арендовать там как-то. Около двух недель назад вдруг позвонили из ведомства, пригласили посмотреть квартиру. Доехали туда кое-как, еле-еле. Дорога очень длинная, но это на Южном, поселок Южный считается, и это очень далеко. Там рядом больниц нету, продуктовых нету. То есть как в поле в каком-то, вот эти несколько домов стоят, даже не асфальтирована дорога. Для коляски лифт узкий. Кнопки расположены довольно высоко. Но самое главное, квартира находится на девятом этаже, а лифт идет только до восьмого. Девушка шутит, ей нужен пропеллер. С восьмого этажа нужно подняться еще на девятый этаж. Получается, два пролета. И мы не рискнули ее тащить сюда, потому что нужен был второй мужчина. По словам Светланы, по решению суда, ей должны были предоставить первичное жилье на первом этаже, оборудованное необходимыми техническими средствами. Она написала, что, так как я инвалид-колясочник, по этому письму, которое ей дали, в комментарии написала, что я не было доступа, просто физического доступа нет к этой квартире, чтобы посмотреть. Ну а нам сказали, что квартиры только такие, в девятиэтажках, в пятиэтажках, и самый низкий этаж, там, по-моему, третий, что ли, сказали. Вот. И все, и на том и закончилось. И мы сказали, сиди, жди, когда мы тебе позвоним. Хотелось бы комментарий от вас получить по поводу Крюковой Светланы Леонидовны, вот жилья как сироте. На какой она очереди по счету? Мы направили официальный запрос в региональное жилищное управление, чтобы разобраться в ситуации и понять, когда Светлана сможет переехать из убитой коммуналки в свою, положенную по закону, квартиру. К этой теме мы обязательно вернемся. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Поймал неприятности на удочку. Жителю Бийска грозит наказание за рыбалку в период нереста. Его задержали правоохранители совместно с сотрудниками рыбоохраны во время рейда. Напомним, сейчас в крае действует нерестовый запрет. 51-летний мужчина решил порыбачить возле села Станбахтимир, это Бийский район. С помощью сетей он успел поймать 20 рыб. В основном это щуки и окуни. Сейчас подозреваемому грозит штраф до 500 тысяч рублей по части 1-й 256-й статьи УК РФ «Незаконная добыча водных ресурсов». Напомню, нерестовый запрет действует вплоть до 15 июля. Однако на некоторых водных объектах начать рыбачить можно будет раньше. Среди них Обь и ее притоки, озера Края и часть Новосибирского водохранилища. И к другим темам. В Барнауле продолжается голосование за благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За месяц свои голоса отдали уже более 39 тысяч человек. Сегодня мы расскажем об одном из объектов, который претендует на свое преображение. Это зеленая зона рядом с Алтайским краевым театром драмы. Что планируется обновить на этой территории и как правильно проголосовать, расскажем далее. Зеленая зона по улице Молодежной около театра драмы. Место, где ежедневно гуляют сотни барнаульцев. Эта территория давно стала едва ли не самой популярной для организации праздничных мероприятий. Поэтому внимание к ней большое. Тем более последнее благоустройство было аж в 1980 году. Здесь необходимо провести высадку новых деревьев, кустарников, обновить газон, сделать освещение, посадить новые цветы, оборудовать новые цветники, сделать пешеходные дорожки, установить новые лавочки и урны. Выбрать из 37 возможных территорий может любой желающий барнаульцам. В этом помогают волонтеры Алтайского колледжа. Сегодня они работают в торговых центрах. А на городских мероприятиях их можно встречать и на улице. Студенты подробно расскажут и покажут, как можно проголосовать. Есть несколько способов. Мы предлагаем жителям Барнаула отсканировать QR-код и на страничке за.городскаясреда.ру проголосовать посредством авторизации через портал госуслуги, а также с помощью нас, волонтеров по подтвержденному номеру телефона. Участие в голосовании могут принять все барнаульцы в возрасте от 14 лет. Оно продлится до 31 мая. Осталось всего 16 дней. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В лагерях пройдут профильные, военно-спортивные, творческие смены для юных пожарных и юных инспекторов дорожного движения. Детей с ограниченными возможностями здоровья готовы встретить в лагере дружных. Напомним, в этом году полная стоимость путевки 26 600 рублей. Но благодаря софинансированию из краевого и городского бюджетов, многим она обойдется дешевле. Так, родителям детей от 6,5 до 16 лет за отдых нужно заплатить 14 100 рублей. Сотрудникам краевых госучреждений 8,5 тысяч. Многодетным семьям, у которых в лагерях одновременно отдыхают трое и больше детей, по 14 100 рублей за первых двух и 1600 за последующих. Предусмотрен бонус и для родителей, сотрудников муниципальных учреждений. Добавим, в этом году в Барнауле будут работать и 86 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей. В них отдохнут больше 20 тысяч школьников. Новую школу в барнаульском поселке «Спутник» должны открыть до начала учебного года. Это на несколько месяцев раньше срока, прописанного в контракте. Сегодня долгожданный социальный объект посетил губернатор края Виктор Томенко. Он же оценил комплексное развитие крупного коттеджного поселка. Об этом подробнее далее. Новая школа уже не просто обретает очертания. Она практически на финишной прямой. Сдачи социального объекта ждут сразу в четырех пригородных микрорайонах. Больше тысячи детей, проживающих в них, вынуждены ездить на учебу в другие районы города. Но скоро свои двери для них распахнет школа в микрорайоне «Спутник». Ее сегодня посетил губернатор края Виктор Томенко. Переменная этажность от одного до трех этажей. Из особенностей начальная школа полностью изолирована от школьников более старших классов. Школа имеет свой полноценный стадион, включающий футбольное поле, беговые дорожки, теннисный корт, баскетбольные и волейбольные площадки. Также в школе есть актовый зал на 295 мест, столовая на 275 мест и два полноценных спортивных зала. Школу начали возводить еще до пандемии. В ковидные времена застройщик, как и многие другие, столкнулся со сложностями. Резким скачком цен на материалы и оборудование перебоями в поставках. Но объект не остался без необходимой поддержки. Именно краевой бюджет разницу в цене полностью закрыл. Ну и в целом правительство Алтайского края и вы особенно лично поддержали строительство школы. Вот такой полноценной школы, это стандартный, будем говорить, для города проект. Но в городе Барнауле впервые такой проект реализуется на пригородной территории. Виктор Томенко отметил, что строительство школы стало возможным благодаря также помощи от федерации. Если изначально стоимость объекта по контракту оценивалась в 632 миллиона рублей, то сегодня она возросла. В итоге-то объект выйдет где-то примерно в 850 миллионов рублей. Поэтому, учитывая, что в принципе готовность хорошая, давно школу эту ждут наши здесь ребятишки, жители. Контрактные сроки вроде у нас до конца года. Но если бы получилось это сделать к началу учебного года, это было бы очень хорошо для тех ребят, которые сюда пойдут. Условия и оснащение для детей здесь такие, что не в каждой городской школе найдешь. К примеру, для проведения лабораторных и практических работ предусмотрена потолочная система электроснабжения. Оснащена розетками, USB, портами, подачей воздуха. Данная система убирается и по необходимости разворачиваются столы, дети садятся и выполняют практическую работу. Школа рассчитана на 550 мест, но общая вместимость почти в два раза больше. Уже на 90% укомплектован штат, говорят специалисты. Идет набор учеников. Из других в эту школу, по предварительным подсчетам, готовы перейти шесть сотен детей. Осталось дождаться открытия. Ну все-таки давайте про сроки. Что скажем? Как по срокам на дыр век? Друзья, что 1 сентября мы с уверенностью говорим, что мы запустим школу. Гарантируем то, что 1 сентября ребятишки пойдут в школу. Давайте, давайте. После школы Виктор Томенко посетил местную очистительную станцию, которую по федеральной программе «Чистая вода» построили в сентябре прошлого года. Качественной водой этот объект способен обеспечить не только новую школу, но и жилые дома. По оценке губернатора, крупный пригородный поселок сегодня развивается успешными темпами. Елена Макаренко. День с толком. Камазы мусора, тонны покрышек, килограммы пластиковых бутылок. Такой необъятный груз собрали барнаульцы на субботнике за ТРЦ Европа. Убирать пришлось огромную площадь в 15 гектаров. О том, как прошла генеральная уборка запущенного пустыря, а главное, какова судьба этой территории, об этом смотрите в нашем сюжете. Стеклянные и пластиковые бутылки, резиновые покрышки, жестяные баки. Кажется, что это заброшенный пруд промзоны. Однако мы находимся в самом центре оживленного квартала. За моей спиной кипит инфраструктура, высотные дома, огромные ТРЦ. А это место – известный многим заброшенный пустырь индустриального района. В газетных вырезках 80-х годов написано, что уже тогда здесь планировали создать парк. Однако эта идея ушла в небытие. В итоге территория зарастает мусором, с которым пытаются бороться активисты. Шины сюда, получается, подкатываем. Машина приедет, тоже шину заберет. Вот, в эти мешки мы собираем только стекло. Желающих очистить общую территорию собралось немало. Это учащиеся и учителя окрестных школ, родители, общественники и просто неравнодушные жители. Поэтому мы вот сегодня здесь. Так как мы все живем рядом, этот, наверное, враг – самое больное у нас место. Ну и, соответственно, у всех, у многих у нас дети, внуки уже есть. Гулять действительно негде. И очень бы хотелось, конечно, это место преобразить, сделать общий парк отдыха. Местные предприятия предоставили грузовые машины для вывоза мусора. А Барнаульская компания по переработке согласилась забрать его на утилизацию. Районная администрация предоставила мешки и перчатки. Собрать удалось две тонны покрышек, полный угозель вторсырья и камаз смешанного мусора. А что-то и вовсе пришлось доставать с трудом. Мусор начал срастаться с почвой. Этот овраг – просто мусорная сокровищница, чего здесь только не нашли. И строительный мусор, и пластик, и даже диван, и ковер, и вот такая советская люстра. Сейчас-то все будут сортировать и отвозить на переработку. Люди сюда привозят даже ртутные лампы, фильтры отработанные. То есть видно, что здесь где-то есть гаражи по ремонту, и они сюда периодически привозят все эти отходы. Здесь всю зиму возили снег, который загрязнен реагентами, антигололедные эти реагенты. Здесь, сами видите, растительность практически уже так вымирает. Предварительно создание здесь парковой зоны поддерживают в Министерстве строительства и в мэрии Барнаула. Наиболее осуществимый вариант – оформить заявку на благоустройство по нацпроекту формирования комфортной городской среды. Если будет положительная реакция, то, по крайней мере, подтверждение о том, что здесь будет парк, территория не будет отдана под застройку, это уже будет сигнал и к архитекторам, и к каким-то другим участным деятелям, которые к нам, я надеюсь, тоже подключатся и помогут разработать концепцию этого парка. Остается надеяться, что мечты и инициативные группы сбудутся, ну а сами жители района сохранят чистоту этого пустыря и не позволят превратить его в свалку. А далее еще раз к теме туризма. Ночевать в машине не обязательно, вопреки всеобщим опасениям. В Горном Алтае, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всей страны, по-прежнему можно отдохнуть по демократичным ценам, говорят туроператоры. Правда, определенным уровнем комфорта все же придется поплатиться. Моя коллега Валентина Аскерова только вернулась из соседней республики и все сама сейчас расскажет. Горный Алтай уже давно входит в список наиболее популярных зон отдыха. Сюда ежегодно съезжаются туристы со всей страны. Только за прошлый год колыбель цивилизации посетили 2,5 миллиона отдыхающих. Это на 300 тысяч больше, чем годом ранее. В текущем цифра может стать еще больше. Уже на майские праздники в Горном был настоящий аншлаг. Сложно было найти свободную базу. Да и дорого нынче отмечают жители Барнаула. Даже не мечтаю, наверное, там будут такие цены, которые для простых граждан не очень-то доступны. Скорее всего так. Средние и выше там. Топ-менеджеры будут ездить отдыхать. Ну и иностранные, наверное, туристы. А для наших, наверное, будет менее доступно. Ну вы бы вот, может, на пенсию смогли бы себе позволить отдых в Горном Алтае? Ой, да что вы что? Ну, может, один день я продержалась в Горном Алтае, думаю, на свою пенсию. Ну, двое суток максимум. Ну, а потом на личном транспорте моей дочери, может быть, и вернулась бы. Ну, только так. А так нет, конечно. А чего бы? А чего бы? Ехать на один-два дня тоже, знаете, это накладно. Завораживающий вид с горы Салоп, село Турачак, республика Алтай. Место удаленное от популярных маршрутов Горного Алтая, но не менее красивое. Сюда приезжают туристы со всей России. Питаются энергетикой могучих гор и бурных рек. Местный владелец Турбас предлагает отдых каждому по карману. Цена за одну ночь разнится от 800 рублей до 6 тысяч. Организатор пространства Алтая Лена Рой говорит, что Алтай может принять абсолютно всех желающих. А также предложить им много интересного. Не нужно выделять сезоны. Круглый год можно на Алтае найти свое. Зачем ты сюда едешь? Все меньше становится мест, где уже про шашлыки и пиво. И про случайные стоянки, где никто не убирает. Ничего этого нет. Больше людей со смыслом приезжают на Алтай. Каждому находится своя локация по душе. На каждого человека по карману по своему он может выбрать. И по интересам в том числе. Но места про шашлыки по-прежнему есть, отмечают гости республики Алтай. И приводят в пример дорогостоящий Чемальский район, где цены на турбазах, если не брать кемпинг, начинаются от 3000 и достигают заоблачного уровня. Вот только по-настоящему набраться сил в Чемале, несмотря на многообещающий ценник, вряд ли получится, отмечают некоторые туристы. Мне кажется, это некорректная тема для самого Алтая. Она несет грязь, она несет шум, которого пугаются животные. Вот вчера пускали фейерверк, стреляли. Рядом находятся горы, где олени пугаются от этого шума. Поэтому такой отдых не очень корректный. В СМИ уже давно обсуждается проблема отдыха в горном Алтае, что он преимущественно для москвичей, а не для соседних регионов. Однако, если очень хочется, можно взять палатку, сесть в автобус и доехать до горных красот. Сервисы удобства, конечно, максимально просты, но разве за ними едешь в горы? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все новости. Напоминаю, что вы можете найти нас на 22-й кнопке или смотреть на YouTube-канале. Телефон нашей редакции 205-545. Сообщайте о том, что вас волнует. Далее узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем хорошей недели и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.